Скрытые камеры, миниатюрные диктофоны, секретное оружие, используются ли на самом деле эти вещи агентами разведки, или это всего лишь игрушки для шпионов в кино? Применялось ли это высокотехнологическое оборудование тайными солдатами времен Холодной войны, или Голливуд создал идолов, чтобы заставить биться юношеские сердца? Холодная война навсегда стала другой, когда романы о Джеймсе Бонде породили телесериалы. Пожалуй, ни на какой другой работе не используются такие умные игрушки, как на секретной работе. И на экране, и на настоящей службе эти штуки полны очарования и привлекательности. Фильмы показывали профессию шпионов с привлекательного ракурса. На самом деле, как мы знаем, в работе шпионов мало очарования. Они изменили течение истории и воздействовали на массовую культуру во всем мире. Все удивлялись, почему ЦРУ так любит телефоны в обуви, а на самом деле в ЦРУ их вообще не было. Это смарт, Максвелл Смарт. Использование подобной обуви и многие другие прибамбасы мы позаимствовали у ФБР и ЦРУ. Два мира шпионов, один настоящий, другой выдуманный, на самом деле имели гораздо больше общего, чем может показаться. Я был поражен, сколь близко выдуманный мир шпионской деятельности подошел к реальному. Меня вдохновляет то, что иногда мы пробуем использовать то, что существует на самом деле. Что же, шпионьте за нами, потому что мы будем шпионить за шпионами. ЦРУ Шпионские штучки Шпионский мир сильно изменился в Америке после Второй мировой войны. Шпионы не могли быть столь экзотичными, как легендарный двойной агент времен Первой мировой Мата Хари, или такими простыми, как Юлиус и Этель Розенберг, казненные за то, что украли секреты атомного оружия, чтобы передать их Советскому Союзу, или их союзникам, что вызвало паранойю времен МакАртура. Но каковы бы ни были их истоки, шпионы были тайными агентами враждебных стран вплоть до 1 мая 1960 года, когда американский самолет-шпион У-2 под управлением Фрэнсиса Гарри Пауэрса был сбит в российском воздушном пространстве. Это был обычный разведывательный полет на территории СССР. Кит Мелтон, историк шпионажа. Внезапно мы и ЦРУ попали в центр внимания американского общественного мнения. Ясно, что это пробило популярные романы о шпионах. Так вышло, что в 60-х годах шпионы внезапно вышли из тени. Кит Мелтон, историк, хорошо знает настоящий шпионский мир. У него собрана обширная коллекция шпионских штучек, используемых агентами различных разведок. В его частном музее примерно 6 тысяч экспонатов. По другую сторону от реального шпионского мира стоит человек, являющийся противоположностью Кита Милтона, Дэнни Бидерман. Я сказал себе, хочу стать шпионом. Вот какой жизнью я хотел жить. Дэнни Бидерман, писатель. Я думал об этом круглые сутки, а потом я подумал, шпиона приходится убивать, я не хочу быть шпионом. Сегодня Дэнни Бидерман, писатель и сценарист, специализирующийся на шпионских трейлерах. Он работал экспертом на фильмах о Джеймсе Бонде на студии МГМ, продюсирующей эти фильмы. Кроме того, у Бидермана самая большая в мире коллекция вещей, одежды и памятных штук из этого шпионского сериала примерно 4 тысячи. Эти два разных мира недавно пересеклись, когда Бидерман получил неожиданный звонок. Как-то я пришел домой, а на автоответчике сообщение из ЦРУ. Руководитель Американского разведывательного агентства попросил Бидермана показать свою коллекцию в Лэнгли, штат Вирджиния. Вместе с экспонатами времен Холодной войны и Милтона, выставленная рядом коллекция Бидермана на этой неожиданной выставке, пролила свет на то, как реальный мир шпионажа отражается в искусстве. На самом деле, след тянется в первую половину столетия к человеку, чья жизнь колебалась между реальными и вымышленными мирами шпионажа, и чья работа оставила заметный след на изображении мира шпионажа в литературе, кино и телевидении. Этот человек — создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг. Ян Флеминг в течение 50-х и 60-х годов стал одним из самых известных писателей Бири. Но мало кто знал, что во время Второй мировой войны он работал в военно-морской разведке Британии. Много из того, что он видел, многие штучки, применяемые в мире шпионажа, он вывел на страницах своих романов. Одна из схем, разработанная Флемингом, была операция по похищению немецкой военно-морской шифровальной машины «Энигма». Операция «Беспощадность» была задумана Яном Флемингом, чтобы захватить шифровальные книги, которые помогут англичанам взломать тайные коды, что поможет одержать победу на одном из критических участков — в Атлантике. Эндрю Лисетт, автор книги «Ян Флеминг». По хитрому плану, английские агенты, хорошо знающие немецкий язык, должны были пролететь над Ла-Маншем и потерпеть аварию на море. Обученные агенты, одетые в немецкую форму и знающие язык, со своих плотов радировали, что они тонут в море, и немецкие торпедные катера пошли бы им на выручку. Главной задачей в плане Флеминга было оказаться на борту. Потом они должны были захватить корабль и изъять шифровальные книги. К сожалению, операция сорвалась из-за погодных условий. Но это показало, сколь умен, изобретателен был Флеминг. После войны эти идеи стали питательной средой для создания романов с вымышленным героем — Джеймсом Бондом. Флемингу хотелось придумать такое имя для своего героя, которое будет звучать просто и обыденно. Он посмотрел на стол, на котором лежала его любимая книга «Птицы Вест-Индии» — Джеймса Бонда. И он подумал, «Господи, что за простецкое имя?» Так он придумал имя, а все остальное — история. Кто вы? Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Ему нужно было короткое запоминающееся имя, которое, по его мнению, ознаменовало бы собой новую послевоенную эру. Да будет вам известно, что на самом деле кое-что в образе Джеймса Бонда было взято из реального мира. Неотъемлемая часть образа агента 007 была увидена Флемингом во время работы с американской разведкой. Офис стратегических служб, или ОСС, предшественник ЦРУ, был создан в 1942 году Уильямом Донованом. Флеминг был послан в США, чтобы помочь в становлении работы. На самом деле, Флеминг послал Доновану две записки о том, каким должен быть агент ОСС. Он указал, что, возможно, возраст агента колеблется между 40 и 50 годами. У него был опыт, знание этого мира. Он знал несколько языков. В то время, когда Флеминг разрабатывал образ отличного шпиона, он придал эти качества и своему вымышленному герою Джеймсу Бонду. Осведомленный в военных и разведывательных делах, Флеминг очень осторожно вел себя с руководством. Есть забавная теория, что немецкий код «Энигма» использовался в Первой мировой войне и был взломан военно-морской разведкой под кодовым названием 007. Возможно, это и вдохновило Флеминга использовать номер кода для своего агента Джеймса Бонда. Любое дело требует инструментов, и шпионская деятельность в этом не оригинальна. Но то, что делало их инструменты уникальными, так это то, сколь изобретательны были их создатели. Очарованный этими штучками, Флеминг оказал дружескую поддержку незаметному, но умному чиновнику из Министерства по имени Чарльз Фрейзер Смит. В обязанности Смита входило снабжение британских агентов различными устройствами слежения и шпионажа. По совету Флеминга Смит создал секретный компас со спрятанным оружием, миниатюрные камеры, спрятанные в тростях, тайные карты, необычный камуфляж. Он мог превратить форму британского летчика в гражданский костюм и другие сотни тысяч устройств. В романах Флеминга тайные оружия и приспособления, используемые Джеймсом Бондом, были созданы специальным отделом британской военной разведки. Бонд получил свои приспособления из отдела Q, британской разведки. В этом отделе было изобретено все оружие, используемое Бондом. В романе Флеминг создал образ майора Бутройда, который возглавлял отдел Q. Он взял это имя от реального персонажа по фамилии Бутройд, который написал ему о том, каким оружием должен пользоваться Бонд. В кино, начиная с «Доктора Но», первого фильма о Бонде, мы встречаем Бутройда. Во втором фильме «Из России с любовью» мы тоже видим майора Бутройда. Его играет Десмонт Левелин. С третьего фильма «Золотой палец» так и повелось. Бонд всегда заходил в отдел Q, и зрители узнали, что есть такой отдел. Чарльз Фрейзер Смит заинтересовал Флеминга своими штучками. Самыми известными из них были мячики для гольфа с передатчиком, по которому можно было связаться с агентом. Эти мячики для гольфа были замечены Флемингом, и позднее использованные в романе бриллианты навсегда. Да. Флеминг изобрел путь, по которому бриллианты тайно переправлялись в США, что было разоблачено Бондом и его американским другом. Так что если вы везете оборудование для гольфа, то в нем могут быть спрятаны алмазы, это идеальное устройство для контрабанды. Американцы получили первую дозу от шпионажа времен Холодной войны из газетных заголовков. В середине 60-х годов страх людей перед шпионскими играми превратил вымышленного агента в идолопоп-культуры. Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд Что же нужно, чтобы стать Джеймсом Бондом? Быть окруженным богатством, любовью, событиями, не говоря уже о приключениях? Если вы любитель книг и фильмов о Джеймсе Бонде, надо полагать, что вы знаете, какова типичная жизнь тайного агента. Думаю, в большинстве случаев это смесь того, кем хотел бы стать сам Флеминг. На самом деле, я полагаю, что он придал образу Джеймса Бонда свои личные черты. То, как одевался Джеймс Бонд, в какие костюмы, сигареты Морланд, которые он курил, мартини с водкой, все это было испробовано самим Флемингом. Это были автобиографические черты. Его привлекали красивые женщины, он тратил кучу денег в казино, он жил насыщенной жизнью, останавливался в дорогих отелях, его знают под именем Бонда, Джеймса Бонда. Это то, что никогда не будет делать настоящий шпион, потому что они прячут свою личность, они жаждут секретности, они хотят быть маленькими, серыми, неприметными и незапоминающимися человечками. Он там, но никто не видит его. Вот в чем фокус. На самом деле, в мире разведки очевиден тот факт, что сбор сведений осуществляется людьми, которые находятся в тени. Им не нужно внимания, они стараются избежать его. Забавно, если бы тайный агент Флеминга занимался тем, что на самом деле делают разведчики, то приключения 007 не вышли бы из печати. Интересно, что когда вы начинаете работу в агентстве, то понимаете, что Джеймсу Бонду нечего там делать. В реальном мире шпионажа, если вести себя как Джеймс Бонд, то не продержишься и пяти минут. Он привлек бы к себе внимание, а потом возникло бы множество проблем. И, конечно, ваше задание по сбору информации будет провалено, а вас арестуют за шпионаж в чужой стране. Однако дозированное соединение вымысла и некоторых фактов из реальности оказались золотым дном для литератора. Кроме того, в конце 60-х почитатель таланта Флеминга Джон Кеннеди был избран президентом США. В марте 1961 года Флеминг был потрясен опубликованным списком десяти любимых романов Джона Кеннеди. Под номером 9 шел роман о Бонде «Из России с любовью». Голливуд быстро наложил лапу на феномен Джеймса Бонда. В 1962 году вышел первый фильм «Доктор Но». Вместе с агентом 007 воображение публики было захвачено отображением настоящей шпионской жизни, проникшей во все концы мира. Технологии шпионажа времен Холодной войны были использованы кинопромышленниками в полном объеме. И все благодаря умению Флеминга смешивать вымышленные факты с реальными. В его романах о Бонде настоящая деятельность советской разведки стала предметом возмездия Джеймса Бонда. В России есть подразделение убийц. Эта организация убийц при правительстве называется СМЕРШ. Название СМЕРШ в России переводится как «Смерть шпионом». Они были частью разведывательного сообщества СССР и подчинялись непосредственно Сталину. Они были убийцами. Они организовывали похищение, когда пала Германия и Берлин, подразделения СМЕРШа прибыли, чтобы захватить немецких ученых. Они прибыли, чтобы убивать. Потом Флеминг все переделал и создал образы злодеев, придал им несколько аморфной черты. И таким образом получились злодеи, которые служили теперь не в СМЕРШе, а в советской разведке. Но Организация СПЕКТР, своего рода разномастная группа злодеев, не имела теперь отношения к Холодной войне и тому, что на ней происходило. Чтобы конкретизировать события, происходящие с агентом 007, Флеминг придумал для него новый тип пистолета в романе «Доктор Но». Ранее он пользовался пистолетом «Беретта-23». С этим оружием он встретился во время Второй мировой войны. Он заменил пистолет Бонда, потому что эксперт по вооружению Джоффри Бутроид сказал ему, что этим оружием пользуются дамочки, и что Бонду нужно кое-что помощнее. И с тех пор он перестал им пользоваться, а Бонд неохотно расстается с Береттой и начинает использовать Вальтер. Я думал, что надо прежде вежливо стучать, чем сразу стрелять. В следующем фильме «Из России с любовью» Бонд использует приспособление, никогда раньше не виданное в фильмах. Там русская шпионка воспользовалась кинжалами на туфлях, что превратило их в смертоносное оружие. Она стукнула туфлями и показалось небольшое устройство, на конце которого был кинжал с ядом. Флеминг вспомнил, что во время Второй мировой войны применялось скрытые в обуви оружие. Это то место, где в вымышленных событиях использовались настоящие приспособления. На самом деле шпионы не пользуются оружием во время войны. А если и пользовались, то лишь для самозащиты или бегства. Примером этого может быть лезвие, спрятанное в каблуке. Если у вас связаны руки, можно было вытащить его и разрезать веревки тонким лезвием. Таким лезвием невозможно было воспользоваться, чтобы ранить кого-то, а лишь для того, чтобы развязать руки. Если вы лежите на животе и связаны руки и ноги, то можно поддеть лезвие ногтем, а потом разрезать веревки. Так это было задумано Чарльзом Фрейзером Смитом. Какое сумасшедшее даст вам убежище? Роберт Шоу играл Реда Гранта, русского злодея из «Спектора». Он должен был уничтожить агента 007. Он хотел убить Бонда и жил только ради этой цели. А Бонд оказался проворнее Гранта. Завязалась драка, и Грант, вытащив из часов тонкий проводок, стал душить Бонда, чуть не убив его. Это была потрясающая сцена. Сейчас она известна как одна из самых удачных сцен драк в истории кино. С технической точки зрения невозможно приделать конец такого тросика к часам. Вот, это настоящая горота. Оружие бойцов британского спецназа во время Второй мировой войны. Это сильно скрученная проволока, произошедшая от резака для сыра с двумя стальными шариками до конца. Шарики сжимались руками как можно сильнее, и тогда ей можно было чуть ли не отрезать голову жертвы. Флеминг продолжил использовать секретные устройства и в новом романе «Золотой палец». Эта тенденция сохранилась во всех фильмах о Джеймсе Бонде. В этой сцене сценаристы заменили электрическую пилу, описанную в романе, на ультрасовременный лазер, технологию наших дней. Это знаменитая сцена в фильме «Золотой палец», когда луч лазера приближается к нему. В следующий раз шутите осторожнее, мистер Бонд, ваша шутка может стать последней. Вы ждете, что я заговорю? Нет, мистер Бонд, я жду, что вы солжете! Было несколько грустно узнать, что они не пьют этот Мартини с водкой, размешивая, но не взбалтывая. Что они не гоняются по дорогам на Астон-Мартине. Но в ЦРУ много бесстрашных людей. Они замечательные, но они не Джеймсы Бонды. Я уезжаю сейчас же. Когда все стало так интересно? В 60-х годах внимание американской публики было привлечено к тому, что у нас появились спутники. Они понимали, что ЦРУ и шпионы могут спокойно и тайно вести из космоса свою войну, о которой мы ничего не узнаем. Ближе всего к этой проблеме подошел Ян Флеминг в своем романе, который немедленно стал телесериалом «Человек из Анкла». В 1964 году, когда вышел третий фильм из серии о Джеймсе Бонде «Золотой палец», один из телепродюсеров, Норман Фелтон, решил, что пора снять телесериал о похождениях шпиона. В нем было немного от Хичкока, немного от Флеминга. Норман решил встретиться с Флемингом в Нью-Йорке. Он попросил Флеминга внести некоторые изменения, чтобы можно было сделать телесериал. Эти люди провели несколько дней вместе, и Флеминг ничего не смог придумать до последнего вечера. В конце концов, он взял бланк Уэстер-Юниона в своем номере и начал писать о контрабанде бриллиантов, о группе убийц, а потом показал это Норману Фелтону. Тот стал развивать действия, потом пригласил Сэма Рольфа, очень хорошего писателя и продюсера, и они написали подходящий для телевидения сценарий. В итоге героя назвали Соло. Имя Соло использовалось Яном Флемингом для второстепенного персонажа в «Золотом пальце». Все мне стало ясно сразу же, едва я начал читать сценарий телесериала о Джеймсе Бонде. Иногда хочется в жизни чего-то необычайного, верно? Что же, идемте со мной. Я Роберт Воук, играю секретного агента по имени Наполеон Соло. Главными героями фильма «Человек от Анкла» было два персонажа, Наполеон Соло, которого играл Роберт Воук, и его партнер Илья Курякин, русский агент, сыгранный Дэвидом МакКаллумом. Он был русским агентом, а я американским. И этим все сказано. Думаю, что это говорит само за себя, ведь в то время две супердержавы шпионили друг за другом во времена Холодной войны. Объединенная команда закона и защиты. Они члены суперсекретной организации для борьбы со злом во всем мире. Это была многонациональная группа, что-то вроде Интерпола. Они объединились, чтобы защищать самый лучший на свете закон. Его зовут Наполеон Соло. А его зовут Илья Курякин. Как агенты Анкла мы ведем жестокую и опасную борьбу против организации ДРОСТ. И главным врагом была организация ДРОСТ. Отчасти она уподобляется спектру из серии о Джеймси Бонде. Это что-то вроде тайной организации, которая хочет захватить весь мир. Штаб-квартира Анкла находится в Нью-Йорке на 40-й улице Версайда, позади здания из коричневого камня. Агенты попадали в штаб-квартиру, входя в обычное ателье под названием Дель Флора. Соло и Илья спустили здесь, зашли бы в ателье и вышли через примерочную. Там, куда мы заходили, был туалет и раздевалка. Можно было переодеться и вещи оставить на крючке в примерочной. Вот это настоящий крючок, используемый в том телесериале. Роберт Волк в роли Соло должен был взять его за верх и вот так повернуть, чтобы попасть в супер-секретное здание Анкла. Одним из первых устройств, используемых как средство связи, был передатчик, замаскированный под пачку сигарет. Мы говорили в партсигаре сигаретные пачки, которыми пользовались обычно. Передатчики были сделаны быстро, за пару дней, в нашей мастерской, потому что бюджет телесериала был ограничен, но об этой штуковине говорят до сих пор. Наполеон и Илья должны были достать то, что было похоже на пачку сигарет, превращающуюся в рацию. Надо было нажать вот эту кнопку, потом повернуть наборный диск и сказать «Открыть канал ДАЙ!» и по нему связываться с Анклом по всему миру. Это изобретение облегчит вам жизнь. В чем смысл? Докладывайте мне обо всех попытках, даже если они неудачны. После первого года показа телесериала, они заменили пачку партсигаром, который был более цивильной версией пачки. Его надо было открыть вот так, и под фальшивыми сигаретами находится передатчик. Тут диктофон, наборный диск, поворачивая который можно было соединиться с мистером Вайверли. А если легонько отогнуть здесь, получим микрофон. И снова, надо сказать, открыть канал ДАЙ и получить связь с центром. На самом деле, Творцы Анкла опередили свое время с этим передатчиком. Самый маленький из транзисторов не был изобретен в середине 60-х годов. Однако русские оценили потенциал, заложенный в пустой пачке из-под Марборо. Мало кому известны истинные возможности творцов из КГБ. Они взяли пачку западных сигарет и вставили туда устройство в виде маленькой вращающейся камеры. Такие камеры известны с 50-х годов. Они использовались наподобие современного сканера. Можно было прокатить ею по документу, и фотография готова. Это было одной из самых больших тайн КГБ. Но для продюсеров МГМ не было тайны, что продюсер Фелтон использовал сигаретную пачку, что повлекло за собой увеличение числа курильщиков в младших классах. Тогда взамен пачке они придумали ручку передатчик. Она была похожа на обычную ручку, но Наполеон Соло обращался с ней бережно, потому что только так можно было связаться со штаб-квартирой Анкла. Будучи человеком, любящим все простое, я был без ума от этой ручки. Не надо было ничего вытаскивать. Берешь ручку и просто говоришь в нее. Мы рассматриваем возможность того, что два умных и образованных агента Анкла ведут погоню за необычайным 18-летним Суперменом. Ладно, и мы рассмотрим. Больше всего мне запомнилось, что после сеанса ко мне подходят люди, берут за пальцы и говорят «открыть канал, да?» А потом начинают говорить в него. Это всем ужасно понравилось, и с тех пор стало что-то вроде кодового слова «открыть канал Д». Хотя мы использовали для связи со штаб-квартирой Анкла ручки. Во время подобной технологии не существовали. Во все времена шпионы использовали ручки, чтобы спрятать туда микрофон. Вот это записывающее устройство, которое в 60-х годах было эффективным магнитофоном. Половина ручки присоединялась к нему. Во вторую ручку спрятан микрофон. Владелец носил ее в кармане пиджака или рубашки. Провод шел от ручки к поясу, где был закреплен магнитофон. Вот так в реальности использовались ручки шпионами. Популярность телесериала превратила их в двух звезд дневного показа. Но Волк и Маккаллум были не единственными, кто привлек внимание. На самом деле придуманные многофункциональные пистолеты, используемые агентами, стали столь популярными, что любители сериала начали писать им письма. Вот это именно то оружие, которое использовалось Робертом Волгом и Дэвидом Маккаллумом. Это Вальтер П-38. Но на студии МГМ изменили немного оружия, сделали, короче, ствол, приладили приклад и приделали специальный глушитель, который назывался «усмиритель». Это было оружие, которое можно было быстро выхватить и применить. Мы поняли, что можно быстро выхватить его, и он будет хорошо смотреться в телесериале. Чаще всего мы использовали его, нацепив кучу всяких причиндалов. Думаю, их можно было собрать за 10-5 секунд, не знаю точно. Но на телевидении дорога каждая секунда. Это мое оружие в борьбе со злом. Надеюсь, что человек из Анкла поможет вам сражаться со скукой. Основой служит Вальтер П-38. Для Солу и Ильи агентов Анкла специально приделали глушитель, увеличили магазин и поместили выдвижной приклад, а также оптический прицел. Им можно было пользоваться, когда приходилось отражать нападение дрозда. Из него можно было стрелять усыпляющими пулями. Успех от его показа был огромен. Продюсеры уверяли, что в день приходило 500 писем об этом оружии, и многие писали. На адрес этого оружия. Об этом оружии много говорили тогда, и иногда спрашивают до сих пор. Парень, а ты оставил себе пистолет из-за Анкла? В настоящем мире шпионажа главным был сбор разведывательных сведений о неуничтожении противника. Приказ убивать давался очень редко. Шпион хочет получить то, что лежит в вашем сейфе, или то, над чем вы сейчас размышляете, чтобы впоследствии использовать. Убивать ваш шпион не собирается. Представьте себе, во время холодной войны, я спросил офицера КГБ в отставке, носил ли он оружие? Он ответил, «Только тогда, когда меня посылали на Запад или в США?» Я говорю, пытались ли вы кого-то убить? И услышал в ответ, «Нет, мы опасаемся преследования. В ваших городах небезопасно». В телесериале агенты «Дрозда» использовали другое оружие. Нечто вроде винтовки с прицелом, через который можно было видеть в темноте. Вот перед вами винтовка «Дрозда». Это карабин М1. Его использовали в первых сериях «Человека из Анкла». У винтовки специальный телескопический прицел ночного видения, через который агенты «Дрозда» видели цель днем и ночью. У них инфракрасные прицелы и специальные радары, чтобы найти нас. Устройства, придуманные продюсерами, были столь интересны, что с ними связались военные и разведчики США. Один из отделов службы национальной безопасности отслеживает проекты и модели, используемые в кино. Продюсеры «Анкла» получили письмо от реального агента ЦРУ по поводу одного из эпизодов фильма, где Илья вытаскивает фальшивый ноготь, а под ним микропленка. Вот настоящая микропленка. Она тоньше и миниатюрнее, чем аналог в фильме. Толщина всего миллиметр. Но в тот период она была несколько больше. На ней, если увеличить изображение, ясно видна страница текста. Преимущество ее в том, что она очень мала, ее можно спрятать где угодно. В фильме «Человек из Анклы» есть эпизод, когда Илья Курякин удаляет накладной ноготь, а под ним впервые показано данное устройство. Это несколько напугало ЦРУ, так как на показ публике было выставлено совершенно секретное устройство. Публика в 1964 году не могла точно понять, где грань между вымышленными фактами шпионажа и настоящим шпионом. Продюсеры Анклы отчасти поддерживали это непонимание. В конце каждой серии «Человека из Анклы» на экране появлялись титры, на которых было сказано следующее. «Мы выражаем нашу благодарность объединенной команде законной защиты за помощь, без которой эта программа не была бы осуществлена». Можно понять, что люди полагали, будто организация Анкл существует на самом деле. Это сбивало с толка всех, кто смотрел сериал. «Некоторые полагали, что Анкл — это что-то вроде ООН». Неожиданно ООН была завалена письмами любителей Анкла. Люди не знали, куда писать. Они думали, что все это существует. Им хотелось так же приключений, как у Солы Ильи. Они хотели получить такие же устройства и применять их. Разумеется, всем известно, что настоящие шпионы редко бывают такими очаровательными, они могут исчезать сквозь стены и полы. Я знал лишь одного — Роберта Хансона. Но шпионы из Анкла не исчезли. На самом деле, сериал стал международной сенсацией. Джеймс Бонд и Анкл устроили большой шум. В 1965 году каждому продюсеру хотелось снять фильм. Фильм о шпионах! В их числе два автора комедийных сценариев, которые посещали съемки Анкла на МГМ в поисках вдохновения. Я помню, что среди посетивших нас людей были Баггенри и Мелбрукс. Они неоднократно приезжали посмотреть на нашу работу. Я не знаю, чем они тогда занимались, но наверняка они замышляли. «Давай, смарт!» Но я ничего об этом не знал, пока не увидел, как Дон Адам снял ботинок и начал говорить в него. Это было то, что делали мы в своем сериале. Они их шпионили за шпионами. В 60-е годы были переменчивыми. Тогда много чего случилось. Дети любви, наркотики, настоящий разнообразный мир пришел к нам. Мы стали его частью. Дон Адамс стал частью другого успешного начинания о жизни шпионов. На сей раз с комическим оттенком. «Давай, смарт!» Дебютировал в 65-м году и успешно прошел пять сезонов. NBC заключила со мной контракт, чтобы сделать собственный сериал. Они позвали меня и сказали, «У нас есть сценарий о неуклюжем шпионе вроде Джеймса Бонда, только глупо». Я говорю, «Что же? Я не знаю». А кто написал сценарий? Они говорят, «Бак Генри и Мелбрукс». Я говорю, «Тогда согласен». «Бак Генри — создатель «Давай, смарт!» Знаете, это общее место. Да, конечно, есть ЦРУ, но кроме того есть МИ-5. Кроме того, существуют пародии, в том числе на Джеймса Бонда. Это сатира высшего толка. Сатира на сатиру или пародия на сатиру. «Давай, смарт!» был творением комического гения Мэлла Брукса и Бака Генри. Их главный герой был ученым-идиотом, что уже забавно, но он никогда ничего не открыл. Вначале Максвелл «Смарт» должен был стать пародией на Бонда. Поэтому Дон Адамс одевался столь изысканно. В каждом движении была уверенность. Леонард Стерн, продюсер. Кажется, первый показ «Давай, смарт!» был в 60-х годах. Барбара Фелден, актриса. Вначале мы действительно полагали, что вокруг нас таинственная сеть шпионских организаций. Думаю, нам всем была интересна эта история. Как и в «Человеке из Англова», продюсеры «Давай, смарт!» придумали много разнообразных приспособлений. У нас было полно идей насчет того, какими они должны быть, но у нас был ограниченный бюджет. У меня был первый мобильный телефон в туфле. Это была идея Мэлла, Брукса. Мы сидели в его офисе, постоянно трезвонили телефоны, он не знал, кому отвечать. В конце концов он снял туфель и начал говорить в него, а потом это попало в сериал. Телефон в туфле был впервые показан в 65-м году, когда «Давай, смарт!» получил приз радио. Он сидел на концерте классической музыки. Звонок. Он делает вид, что ему надо завязать шнурки, а потом он, извиняясь, вышел и пошел в туалет, чтобы открыть там в туфле свой телефон. Это «Смарт». Максвелл «Смарт», агент 86. Алло, шеф, это Макс. В чем дело? Вот это одна из самых знаменитых штучек в истории телевидения. Кроме того, это одно из самых интересных шпионских приспособлений в кино и на телевидении. Это телефон в обуви. Максвелл «Смарт» пользовался им, снимая подошву, повернув каблук. И получается телефон в обуви. После этого он может набрать номер и говорить шефом контроля. Я ни разу не пользовалась телефоном в обуви, Дона. Это все мужские штучки. Думаю, что я до сих пор завидую его телефону в обуви. До сих пор, когда я еду в автомобиле по шоссе, находятся люди, которые снимают обувь, протягивают и говорят, «Вот, можете позвонить». У всех теперь есть телефоны, но мы изменили привычный образ телефона. Не думаю, что вне телесериала он мог кому-нибудь пригодиться. В одном эпизоде Макс был на задании в пустыне. И что же ему дали? Фляжку телефону. Он мог открыть эту створку и набрать нужный ему номер. А потом надо снять пробку вот так. Вместо того, чтобы попить, он мог связаться с шефом контроля. Идея мобильной связи была в 60-х научной фантастикой. Но они не знали, что в это же время, когда они смотрели этот очень популярный телесериал, русская разведка изобрела нечто похожее. Они взяли самый обычный туфель и встроили в каблук микрофон, питание и передатчик. Все это было закреплено крохотной булавочкой. Когда вынимаете булавку, система включается. И можно было носить ее весь день, а когда идешь на тайную встречу, можно передавать при этом информацию. А человек будет думать, что он в безопасности. И хотя вся Америка смеялась над телефоном в туфле, русские использовали эту технологию очень умно и эффективно. Руководителя контроля играл Эд Платт. Все пять сезонов он был наставником и боссом Максвелла Смарта. Всякий раз, когда Макс наедине говорил с шефом, шеф использовал так называемый конус тишины. Используем конус тишины. Нелепый, но звуконепроницаемый, конус был одним из изобретений, автором которого был создатель и сценарист Пак Генри. Мне нравился конус тишины, потому что нравилась сама идея такой штуки, против моего самого страшного врага, шума. Что вам известно о каосе? Что вы говорите, шеф? Что? Каос! Без ведома продюсеров сериала, ЦРУ разработала собственный конус тишины. Кажется, пару раз агенты ЦРУ приходили к нам и интересовали, что за устройства мы придумали, и как мы их используем. Это говорит о том, что вымышленный и реальный мир тесно связаны. Конус тишины был своеобразным ответом на реальную операционную проблему. На самом деле, эта идея была столь близка к реальным событиям, что в ЦРУ начали беспокоиться относительно того, что демонстрируют идеи технологий, которые могут быть использованы. Когда в ЦРУ завершилась выставка моих пионских штучек, кто-то из ЦРУ подошел ко мне и сказал, что телефон в обуви был звездой показа. Я говорю ему, я ищу тот настоящий конус тишины, я ищу его везде, я уверен, что он где-то сохранился. А он так серьезно посмотрел на меня и говорит, у нас он есть. Неужели, удивился я, он говорит, вы же не думаете, что мы можем разбрасываться технологиями? Я думаю, что это глупость, использовать всякое забавное наше оборудование в реальности. Ну, не знаю, если это так, то я умоляю ЦРУ, сложите все в одно место, и я с радостью приеду и полюбуюсь на них. Я готов вслепую проехать 6 тысяч километров, чтобы взглянуть на это. ЦРУ было не единственной организацией, интересующейся созданием портативного устройства по подавлению звуков. КГБ не отставало. Насколько нам известно, КГБ, возможно, просмотрев этот сериал, пошли по проложенной дорожке. Они изобрели два шлема с изолированной резиновой трубкой, которая будет их соединять. Но, как вы понимаете, у офицеров разведки эта идея была непопулярной. Мой друг, вышедший в отставку, офицер КГБ сказал, Кит, проблема в одном, а если мой товарищ, сидящий с другой стороны, выпил вчера слишком много водки или забыл почистить зубы, дышать будет тяжело. Так что технология имеется, но воспользоваться ей практически невозможно. Победили Бак Генри и Леонард Стерн! Несмотря на непочтительность в адрес разведывательного сообщества, Давай Смарт наконец-то получили заслуженную награду. В 1966 году Бак Генри и Леонард Стерн получили Эмми. За непрерывное сатирическое вдохновение я хочу поблагодарить некоторых зануд из ЦРУ и ФБР. После начала показа телесериал получил еще шесть Эмми за пять лет. Вперед! Едем на Дикий-Дикий Запад! В 1965 году появился еще один шпионский сериал Дикий-Дикий Вест. В середине 1870 года Джеймс Вест в исполнении Роберта Коннорда и его напарник Артемис Гордон в исполнении Росса Мартина работали на секретную службу США. Схема знакомая. Их задача – противостоять злым гениям, пытающимся захватить страну, а потом и весь мир. Сериал Дикий-Дикий Вест показал американцам, что, возможно, Джеймс Бонд не был первым. Вероятно, что до него, в прошлом столетии, в 70-х и 80-х годах, были секретные агенты. Пилотный показ Дикого-Дикого Веста «Ночь в аду» показал, что Вест и Гордон будут пользоваться массой различных шпионских штучек, как, например, оружие в рукаве, застежка бояса, костюм с тайными карманчиками. Это и многое другое было использовано за 4 года показа. Роберт Конрад – актер. Они были великими, авангардными изобретениями, зачастую опередившими свое время. Дети их обожали, взрослые были заинтригованы. Зрители были ошеломлены еженедельным показом архаичных штучек. Особенно одного из них – оружие, спрятанное в рукаве, которое застанет врасплох любого злодея из охраны. Тим Смит отвечал за отдел спецэффектов. Он создал это тайное оружие, показанное в сериале. Это было использовано Робертом Конрадом в сериале. Это кожаная кобура, спрятанная у него на предплечье. Он размещал ее здесь и мог носить в рукаве пиджака. Тим Смит, мастер спецэффектов. Это точная копия устройства из сериала. Это револьвер Деринджер. Вот держатель. И два шнура от натяжного устройства. На самом деле это резиночки. Множество резинок в нейлоновом кожухе. А это спусковой механизм. Когда я заталкиваю его назад, он как бы собирается вылезти с другой стороны. Но я его сейчас вытащу. Нажимаем на спуск, и вот он. Щелчок, и он у тебя в руке. Это удивительная штучка. Я могу этим оружием защититься от любого. Раз, и Джеймс Вест идет к вам. Нравится мне эта штука. Конечно, надо было забрать его с собой после завершения съемок, но я не думал, что сериал будет таким популярным. Это скрытое оружие не слишком отличается от подобного изобретения спецслужб во Второй мировой войне. Вот это пистолет на запястье калибра 6,5. Я показываю его на одежде. На самом деле он привязывался к запястью под рубашкой. Идея была в том, что когда надо было открывать огонь, оператор должен рукой провернуть ствол, и только после этого оружие готово к стрельбе. Но мне неизвестны случаи, когда это оружие применялось. Программе понравилась мода иного уровня, с многочисленными штучками Веста. Его матадорский костюм был оснащен различными секретными карманами, которые облегчали доступ к оружию в случае нападения. Одной из отличных идей насчет одежды в сериале было то, что у Джима Веста было полно всяких тайных карманчиков на костюме. Вот в этом месте, за левым ласканым, карман. В нем можно хранить ключи и отмычки, которыми можно воспользоваться, чтобы открыть замки. И это отличное тайное место для них. В другом кармане за уродником находится метательный нож. Им можно воспользоваться в любых ситуациях, когда тебе угрожает опасность. Это был напряженный, во многом забавный сериал. У него была своя атмосфера. Все штучки были очень и очень нужны. Думаю, что они украшали сериал, так что я не собираюсь продавать их. Я очень ими горжусь. Сегодня я ими горжусь еще больше, потому что они доказали свою долговечность. Они выдержали испытание временем, если можно так выразиться. Целая охапка всяких наших штучек и устройств неотрывно связана с нами. Они ничуть не уступают нынешним. Уберите из сериала какую-нибудь штучку, и люди не будут его смотреть. В 60-х годах шпионская кино и телепродукция в буквальном смысле захватили лучшее время показа. Телерасписание было так прочно нашпиговано шпионскими фильмами, что даже разведывательные агентства приняли в них участие. То, что привлекло их внимание, было новинкой для телевидения. Сериал, в котором стиралась грань между плохими и хорошими парнями. Это событие было отмечено, как некий водораздел в развитии шпионского триллера. Сериал «Миссия невыполнима» нарушил привычный ход вещей своими запутанными заговорами и сложными технологиями. Сериал сосредоточился на приключениях сорвиголов из тайной организации, частной группе профессионалов, работающих на правительство США. Главная тайна сериала «Миссия невыполнима» была в том, что нельзя было понять, кто и на кого работает. Джим Фелпс большая часть времени был лидером команды. Он был гением, мастером на все руки. Он получал непонятно от кого указания, где описывалось то, что он должен сделать и что он должен взять. В течение месяцев, проведенных в штаб-квартире ЦРУ, во время его выставки, Дэнни Бидерман сблизился с Тони Мендесом, легендарным руководителем отдела маскировки. Он доверял мне и сказал, «Как ты знаешь, в 60-х годах нас попросили посидеть и просмотреть сериал «Миссия невыполнима» по телевидению, просто посмотреть, а потом высказать свои соображения». Мы просмотрели его, а на следующий день приехали на работу в ЦРУ и начали обсуждать. Прошлым вечером они использовали такую-то штучку, а почему бы нам не сделать нечто подобное? В центре внимания оказались устройства, трюки, спецэффекты, которые можно было реализовать, что выгодно отличало сериал «Миссия невыполнима» от других сериалов. В некоторых случаях наши технологии были заимствованы из кино. ЦРУ начала приглядываться Голливуду более тщательно и внимательно исследовала различные устройства после того, как был продемонстрирован сериал «Миссия невыполнима», в котором, как вам известно, широко использовались маски из резины латекса, и было непонятно, кто сейчас на экране. Билл Бейтс, разработчик. Тот факт, что агенты ЦРУ смогли найти в сериале что-то полезное для себя и использовать потом это в работе, я считаю вполне вероятным, потому что нет в мире более творческой работы, чем работа в киноиндустрии. В 21-м столетии Джеймс Бонд продолжит свою борьбу со злом в кино. А герои наших разведывательных сообществ продолжат войну в реальном мире за свободу. В реальности или в выдуманном мире мы снова окажемся лицом к лицу с невероятными опасностями. И мне это нравится. Редактор субтитров А.Семкин